Тут стало известно, что из своей палаты пропал 14-месячный младенец. Нет! Да ну нет! Да ну куда ты с... Ты чё это? Ты чё так смущенно отвернулся? Тараре, ты, наверное, шкодил? Падла ты! Младенец где? Ты, скотина! Ты на меня смотри своими бесстыжими глазами! Здравствуйте, друзья! С вами Декарт! Мы на канале Студио Рамбл, и мы смотрим перевод видео Академии Сэма Унеллы Тараре – самый голодный человек в истории. В общем-то, не знаю, как вам понравится, не понравится. Надеюсь, что понравится. Если нравится, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, ссылки на оригиналы внизу в описании. Сейчас будем слушать про такого обжору, я так понимаю, что просто капец. Привет, здорово! Думаю, все согласятся, что нет досуга гротескнее, чем соревнования едоков. Мысль, что Тарар День издевается над своей анатомией и просто потехи ради оставляет у меня во рту дурное послевкусие. Вот шуково явно дурное послевкусие, посмотрите на этого парня. Вот этому все нравится, этот в восторге, а этот как-то не очень, что-то как-то послевкусило его конкретно, знаете, по самой неболусь. Представьте, что эти люди развили такую привычку «не нечего делать». Представьте, что ужасная биологическая ошибка вынуждает их питаться так всю жизнь. Ну, тут это очевидно, особенно учитывая его замечательную комплекцию. Тут явно какая-то биологическая ошибка, я бы сказал, еще ошибка физических законов вселенной, определенно присутствует. Ну, уже видно, что у него рот растянут. Ой, фермеры, еще и бедная семья. Не повезло вам, ребята, не повезло. По свидетельствам, его аппетит был настолько огромен, что уже подросткам Террари мог за день съесть четверть коровьей туши. За день четверть коровьей туши подросткам? Ёкарный бабай. Коровы, бегите! Он должен был быть охрененно жирным, но нет, в 17 лет он весил 45 килограмм. Как? Как это возможно? Не, ну, у меня другой вопрос. Как возможно, чтобы вот это вот весило 45 килограмм? Мне кажется, тут 45 грамм, и это только за счет головы. Ну да ладно. Внешность Террари все-таки выделялась. Во-первых, у него был огромный растянутый рот с уродливыми потемневшими зубами. Пишут, у него за щеками одновременно помещалась дюжина яиц. Как у бурундука, который греет свои бурундучьи яйца. Боюсь узнать, чьих яиц. Ладно, ладно, не будем это. На эту дорожку мы ступать не будем. Окей, яиц там, я не знаю. У перепелиных, куриных, возможно, динозаврих. Я не знаю, ну, не важно. Яиц, да. Кроме того, у сытого Террари пузо раздувалось до абсурдных размеров, как у октомамы. А остальное время он ходил с огромными складками растянутой кожи вокруг талии. Красавчик родился. А еще он невыносимо вонял. Даже по меркам Франции 18 века. По описанию... Даже по меркам Франции 18 века. То есть, чтобы вы понимали, ребята, там, ну, с гигиеной было не очень, да. Европа, она была не самым чистым местом в те времена. И даже по тем меркам он невыносимо вонял. Ну, это... Это страшно. Это страшно себе представить. Он вонял так, что, цитата, к нему нельзя было подойти на 20 шагов. По всем этим причинам и из-за каждый раз переполняющих нужных срачек... Да-да-да. Родители его не очень любили, я так понимаю. Его родители не выдержали. Короче, ты нас своим аппетитом по миру пошлешь. Все, вали, чувак. Я все сказал. Отдавай топай, лягушонок. Диалог, я так понимаю, передан точно. Вот цитата прям. Именно так и было. Особенно... Это прям вот... Идеально выдержанные интонации. Охренеть, он только что назвал француза лягушонком. Он расист. Да не, они там все французы. Просто чувак похож на лягушку. Это типа мы зрители, да? А, ну уже поздно, я оскорбился. Вначале я подумал, что возможно это средневековые чуваки за компом сидят во Франции. Вот, кстати, он, наверное, может на этом много бабла сделать. Люди приносили террари целые корзины яблок, яиц и даже винных пробок. И восхищенно наблюдали, как он все глотает без малейшего промедления. Обычно эти шоу проходили без сучка, но как-то раз у него... Но как-то раз он проглотил сучок, и потом его там порезало, и он сдох. Конец, да? Серьезная кишечная непроходимость. К счастью, учителям хватило доброты отнести его в больницу, где его подлечили самыми мощными слабительными, которые были в 18 веке. И я так понимаю, что волна говна смыла просто всю больницу. И больше больниц отныне не строили. Конец, да? Я бы нарисовал, что из этого вышло, но, боюсь, мой канал за это удалят. Поэтому включим на пару секунд воображение. А может не надо? А может не надо? Продолжаем. Год 1792. Начинается так называемая война первой коалиции. Слыхали? Я тоже нет. Кто в ней участвовал? Все нахуй. Угу, понятно. Террари, скорее всего, их всех съел, и войны больше не было. Конец. Короче, Террари решил пойти воевать. В конце концов, может неутолимая пустота, которую он испытывал, была от отсутствия цели в жизни? Оказалось, нет. Это реально был психопатический голод. Даже получая четверную пайку, Террари все равно при каждой возможности бегал рыться в мусорной куче. Какой прекрасный молодой человек родился. Просто вот я слушаю, понимаете, каждая новость о нем, как бальзам на душу. Вот прям греет, греет мое сердце. Вот каждая вот новость, что я услышу об этом замечательном парне. Это же великолепно. С сильным истощением его отправили в военную больницу в Сольцухэн. С сильным истощением его отправили, понимаете? После того, как он весь мусор сожрал даже вокруг. Он был в таком шоке от способностей чувака, что решил оставить его у себя для опытов. Первым из которых было оставить Террари в комнате наедине с обедом на 15 человек. Ну, такие опыты ему только, знаете, ему только на один зуб, наверное, такие опыты. Само собой, он все проглотил и тут же уснул. Затем ему дали сырого угря. Террари не растерялся и, раздавив череп угря зубами, в один заход засосал его целиком. Засосал угря? Да, ребят, я догадываюсь, в каком бизнесе он мог бы сделать карьеру. Этого еще в те времена не было, но... Это был адский кошмар сразу по нескольким причинам. Во-первых, он проглотил целого угря нахрен. Ну, это понятно. Во-вторых, в какой-то момент пищеварения мясо уже растворилось, а кости еще оставались. Так вот, если кто не знает, то вот так выглядит скелет угря. А-а-а! Он это сожрал! Серьезно! Больной ублюдок просто. Это значит, что миллион ребер иголок угря одновременно упирались в стенки желудка. Террари. Ну, я так понимаю, что у него от этого, скорее всего, оргазм случился. Это такой парень необычный. Ему понравилось, наверное. Массаж! Внутренне... Внутренне желудочно-кишечный массаж. Для него это, да? А ему хоть бы хны. Еще он голыми руками разорвал живую кошку. Выпил ее кровь и съел все, кроме костей. Подождите! Нет, я понимаю! Стоп! Я понимаю, что у него пищеварение там просто охренеть какое! Но как это влияет на способность голыми руками разорвать кошку? Это что вообще? А потом, как сова, отрыгнул кожу и шерсть. Но это так. К делу не относится. Я рассмотрел все данные... Да это вообще мелочи, господи. К какому делу? К какому это делу может относиться? Я вас умоляю. Забудьте, что вы слышали. Реально, забудьте это. Серьезно. Лучше об этом не думайте. И пришел к научному выводу, что... В общем, да. Этот тип сраный демон. Но, как известно, большой скотине сопутствует большая ответственность. Поскольку Террари формально еще состоял в армии, военные решили использовать его способности на благо. На благо? Ну, сожрать вражеский полк целиком. Правильно. Вместе с, возможно, каким-нибудь королем противоборствующей армии. Тоже неплохо. Привет, Террари. Это я, генерал. Слушай, можешь проглотить эту коробочку с запиской? А, и типа, наверное, пронести мимо вражеских войск, да? Чтобы его там, если поймают, у него не забрали бы эту записку и не получили бы секретные данные. Ну, че, че, это так, это... А как он высирать эту красоту будет, мне просто... Хотя для него это мелочь. ...чими органами дадим. И, о чудо, спустя два дня он высрал футляр в идеальном состоянии и получил обещанную награду. После успеха эксперимента его официально сделали шпионом и отправили в Пруссию с документом в животе. Боже, то есть, короче говоря, его жопа вообще не отдыхала, я так понимаю. Она работала за всех, за всю... за всю французскую армию. Или какая там это, Франция или где, я не помню. Короче, просто самая рабочая жопа во всей французской армии была. Которая надлежала передать пленному французскому полковнику. К сожалению, Террари не умел парочку вещей, которые, в принципе, довольно важны для шпиона в стане врага. Во-первых, он не знал немецкого. И, во-вторых, сложно оставаться незаметным, когда ты снуешь, как сумасшедший, хаваешь мусор и потрошишь мелкую живность. Ну, ну да, я когда-то играл в стелс-игры, ребята, знаете, в Splinter Cell, в Hitman. Там подобное поведение не очень поощрялось. Я согласен, да. Есть в этом какая-то логика, Террари, ты немножечко провалился в этом плане. Плюс у тебя еще и рыло такое, что его не заметить очень сложно. Сперва он отказался. Плюс от него еще и воняет. На 20 шагов не подойти. Шпион хреновый. Почему он унитаз еще не съел, я понятен. Он признался, что у него по пищеводу действительно путешествует важная развединформация. Пруссаки приковали его к сортиру, а через 30 часов получили коробочку. В записке не оказалось ни... Стопэ, так Пруссия и Россия типа две страны? Уточните, Плс, чмоки, Франция. ...ничего ценного, так что они устроили ему показную казнь. Отлупили, что есть дури и отпустили в освояси. После всего этого Террари вернулся жить в больницу в надежде, что для него найдут лекарства. Ну смотрите, живой каким-то хреном. Не убили еще, удивительно. Но что, врачи не пробовали? Табачные таблетки нет, настойка опия нет, уксус нет, сокотерапия нет. Сказать ему, хорош быть жирным? Да он и так, не особо. Пробка в горло работает, нет. Забить и начать снимать. ...ничего не помогало. Ну вот это, кстати говоря, я уже думал об этом. Я уже думал, что вот это ему снимать, наверное, можно было бы сейчас. Сейчас он бы нашел бы себя. ...ненасытный голод оборачивался для парня все новыми передрягами. Он часто бегал из больницы, поесть обрезков за местной лавкой мясника и дрался за объедки и мусор с бродячими собаками. Еще он выискивал пациентов, которым делали кровопускание, чтобы попить их жизненных соков. А? Его несколько раз ловили в покойницу, а попытками съесть труп. А? В этом момент... Да, он пытался жрать трупы, замечательно. Ну, собственно, все, что в рот просится, ребята, да. ...его выходки настолько притупили мою способность удивляться, что я на этом месте в первый раз и бровью не повел. Я такой, не, ну а что? Наверное, есть хотел. А я повел. Хе-хе, я повел всем организмом, наверное, я не знаю, не только брови. Короче, персонал больницы волей-неволей терпел поведение Террари, пока однажды он не зашел слишком далеко. Что ж, Террари, ты всего три раза ограбил столовую, четыре раза делал непотребное с мусором и однажды осквернил труп. По-моему, на этой неделе ты пока молодцом. План перевыполнен, да. Определим. Доктор, тут стало известно, что из своей палаты пропал 14-месячный младенец. Нет, 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 подождите. Да, да ну нет. Да ну куда ты, ты чё это, ты чё так смущенно отвернулся, Террари, ты нашкодил? Ты нашкодил, Террари? Падла ты. Младенец где? Ты, скотина. Ты на меня смотри своими бесстыжими глазами, а, ублюдок ты, широкоротый. Я надеюсь, ты его хотя бы с кетчупом, я не знаю, как можно сожрать младенец. Младенец целиком, ну, это же ужас какой-то, без приправы даже. Посмотри на меня. Да, да, посмотри, я так же говорю. Чё, блять, съел ребёнка? Какой трэш. Террари тут же был... Да ладно, чё вам же новых нарожают? Он лежал без спроса, я думал, ничей. Из больницы и 4 года слонялся и занимался, ну, всеми теми ужасами, которые приходят в голову. То есть, его чё, не посадили в какую-нибудь французскую тюрьму или типа того? Ну, как это, подождите, это как? Ну, как, я не знаю, это древние тюрьмы не были рассчитаны. Под детожрулов они рассчитаны не были. Не было такой статьи просто, никому в голову не приходило. Поэтому даже посадить не смогли, серьёзно? Впоследствии он вернулся, страдая от запущенного туберкулеза, и вскоре умер. Во время вскрытия... Ой, да слава тебе, господи, на самом деле, если честно. Это, кстати, нехорошо, может, так говорить, но... Туда ему и дорога. Серьёзно, кого бы ещё он сожрал, если бы он не умер? Хирурги обнаружили, что ему можно заглянуть через открытый рот и весь пищевод прямо в жёлт. Это кот из Шрека такой. С глазами, со своими. Ребят, я всё понимаю, такого говна я в своей котячей жизни не ожидал. Лудок, как несложно догадаться, его брюшной отдел был невероятно деформирован. По сути, если это нормальный человек, то вот что обнаружили в Терраре. Мы видим, что, как и в сознании парня, порядка 90% отведено еде и 10% всему остальному. А морали-то истории в том, что... Нет, знаете, даже я... Не рождайся с таким же Лудком. Я тут не найду ничего близкого к морали. Не все истории несут урок. Иногда это просто печаль и мерзость от начала до конца. Есть такое. До новых встреч. Я Сэм Анелло. И спасибо за просмотр. Великолепно. В общем, прекрасная история. Не знаю. Вам просто шедеврально. Не, ну это было интересно. Это было интересно на самом деле. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Если это так, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. Жмите колокольчик. Ссылки на оригинал внизу в описании. Всё. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok